Что такое мифологический театр своего собственного имени, нам сегодня расскажет премьер театра Романа Виктора Дмитрий Босин. Приветствую вас. Здравствуйте. Прошу вас. Дмитрий, я вот, если правильно понял наш с вами Блиц перед началом эфира, мифологический театр Дмитрия Босина – это некая система. Да. Не очень понимаю, как такой в моем представлении декорактор, как Роман Виктюк, позволяет своим актерам создавать какие-то системы в рамках его собственной системы. Да, но ему необходимы актеры, обладающие собственной системой. Если человек ей не обладает, он просто будет зависим от человека, который ему должен будет ежеминутно что-то объяснять на сцене. А это практически невозможно, потому что у него очень масштабные постановки, и ему приходится заботиться об огромном количестве артистов. И, вернее, как, о самом стиле, о декорации. Куча разных проблем, которые, если он в эти мелочи начнет углубляться, то просто завязнет. И в данном случае каждый актер, и не только я, то есть каждый актер в течение лет десяти разрабатывает собственную систему, которая помогает ему свои персонажи создавать, играть и дальше. Когда вот этот термин, собственно, впервые появился, мифологический театр? Временно я уже не помню. Я думаю, что он существует уже порядка десяти лет. Хотя, может быть, чуть меньше. Именно термин. Мифологика и мифологический театр. То есть, в данном случае сначала он был поэтическим. На тот момент было триединства. Тогда это было триединства. Поэтический, эзотерический, эротический. Это было три важных составляющих, которые строили все пространство. А постепенно все это сложилось в единое мифологический театр. И мифологика, она в этом смысле отлична немножко от мифологии, как самого смысла создания каких-то мифов и так далее. Но мифологика – это способ, я это называю ключом. То есть, ты берешь какой-то текст, или берешь какой-то фильм, или ты берешь книгу, или ты берешь картину. И этим ключом ее открываешь. При помощи мифологики ты вскрываешь некие еще одни смыслы. Вот и все. Вот, в принципе, каждый заметный артист, режиссер, он вольно и невольно занимается мифотворчеством. То есть, про него складывается тот или иной миф. Иногда это близко к реальности, иногда нет. Как вы считаете, есть некий миф вокруг вашего имени? Когда я говорю миф, это нечто, не соответствующее реалиям. А, если просто миф имеет, естественно, разные контексты. То есть, если вы говорите о неких байках, слухах, вряд ли их можно назвать мифом. Но так или иначе, они, конечно же, существуют. И у меня уходит, ну, я, может быть, слишком примитивно скажу, но минут 20 у меня уходит во время спектакля. С начала спектакля до его середины, где-то так получается. У меня уходит время на то, чтобы вот с этими байками разобраться. То есть, пока люди сидят в зале и пытаются увидеть не меня, не мой персонаж, не историю моего персонажа, а вот эти байки. Вот ты сквозь них продираешься какое-то время, ну, а потом уже разговариваешь с человеком один на один. А вот почему вокруг некоторых фигур, независимо от их таланта и масштаба, возникает миф тот или иной? Не обязательно я имею в виду какую-то там суперпозитивную или негативную коннотацию. А вокруг других нет. Чем это связано? Это связано с личностными характеристиками или с репертуаром, или вообще не приходилось? Почему-то про Виктюка все время, у Виктюка он сам по себе такой вот, ну, может быть, попугай – это обидное слово, но такой вот яркий персонаж, делал не только в его пиджаках, но и вот во всем, что он заявляет и делает, он вот просто, ведь много у нас есть режиссеров, а Виктюк такой один. В данном случае, мне кажется, что роман Виктюк сознательно… То есть он мифотворческим занимается? Да, 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 да. Он конкретно строит эту легенду, это смысл его жизни. Насколько я понимаю, он действует по принципу Оскара Уайлда. Оскар Уайлд когда-то сказал, я очень рано понял, что я гений, все остальное время ушло на то, чтобы убедить в этом в остальных. Да, кстати, у вас замечательно есть Мо, слышал в «Несколько хитрю», вы говорили, что по поводу надписи на надгробе Оскар Уайлда, если вы воспроизведете специально для меня, я буду… Я просто на могиле Оскара Уайлда, когда увидел надпись «Оскар, ты…» как-то, по-моему, там «Оскар, ты великий джентльмен» или что-нибудь, ну что-то такое. Она была что-то фломастером, как всегда, этим маркером, это все написано. И я все время говорю, если ты оставляешь какое-то ясное, доброе послание Оскару Уайлду, то позаботься о почерке. Да, это гениально. Причем я считаю, что даже если не обязательно на доброе послание, по-любому, если мы про какой-то масштаб говорим, то должно быть какое-то соответствие хотя бы. Да, если ты говоришь, если ты пишешь такому дэнди, такому эстету, то позаботься о почерке. Вот, кстати, одно было тоже заявление насчет того, что для вас приоритетна именно форма, то есть для вас эстетическая над этическим, как бы, ну когда это было бы насчет десада, когда вы говорили насчет десады. Может быть. Да, меня это поразило, потому что мне показалось это потажным заявлением. Никоим образом. Я иду вслед за Бродским. Это, ну да, это он сказал. Я иду вслед за Бродским, да, это его речь на вручении Нобелевской премии. И в данном случае для меня это имеет смысл, потому что если ты заботишься о своем почерке, если ты заботишься об эстетике, ты априори будешь этичен, вот с моей точки зрения. То есть это какой-то, опять же, ну если вы говорите об Оскаре Уайл, у него идет, это о Уайлде, да, а если мы говорим о маркизе десаде, то единственное, что его оправдывает, это хороший слог. Это хороший слог и хороший почерк. Собственно, и в насилии, и в садистических проявлениях тоже может быть своя эстетика. И как бы есть эстетика, допустим, и в нацистской символике даже есть термин гламурный фашизм или нацишик. Это всегда вызывает в обществе дискуссии. Вот вы бы смогли бы сыграть крайне отрицательного персонажа и сделать так, чтобы публик его полюбил. Я не знаю, сыграть там, не знаю, ну не десаде, но, скажем, Адольфа Гитлера. Так или иначе, ну, во-первых, десада я играю. Да. Вот уже. Но, правда, там пьеса Максимова, которая позволяет ему не только полюбить, но и постоянно ему сочувствовать. Да, там трактовка. Да, там такова трактовка. Спорная, конечно, но я стараюсь сквозь нее прорваться и таки показать, что это таки маркиз десад. А не некий влюбленный джентльмен. Потом мне довелось играть господина Анри в пьесе Орфея и Вредика. Я играю его до сих пор. И люди, кстати, очень часто задают мне вопрос. Как вам кажется, правильно ли, что вы настолько обаятельны и убедительны в этой роли? То есть ведь он говорит страшные вещи, он ведет людей к очень серьезным выводам по поводу смерти, жизни, выбора. И далеко не в правильную сторону делается этот выбор. А он, поскольку он у меня в сути своей фашист, даже по одежде, по построению диалога, то это действительно такая очень эстетизированная, ясная, доказательная, абсолютно ложная теория. И это действительно может быть убедительным. Но я потом, конечно, долгое время в интервью или где-то в каких-то диалогах я рассказываю, что, ребята, он врет, он вам врет, вы должны это понимать. Но просто врет убедительно, так написано. А вы же должны это рассказывать на сцене, а не в интервью? Нет. Вот это вы меня знаете еще с очень давнего времени. Еще когда я танцевал в массовке «Jesus Christ Superstar» в театре Моссовета, я слушал рассказы взрослых артистов о том, что, ребята, вы, когда играете эту толпу, которая требует убить Христа, вы должны сами понимать, что это не вы. Это не вы требуете. Это вы играете персонаж, который этого требует. И вы должны зрителю давать понять это. То есть вы должны отстраняться, иначе это очень вредно. Я так не сделал. Я понимаю, что зритель должен ненавидеть меня. Пусть меня лично. Пусть он будет говорить, подонок, что ты делаешь, зачем. Впоследствии мне это пригодилось в спектакле по пьесе, конкретно Маркиза де Сада «Философия в будуаре». Люди прямо из зала кричали нам, фашисты. И я считал, что это правильно. Потому что мой персонаж делал и говорил страшные вещи. Особенно во второй половине спектакля. И эта реакция зрителей была оправдана. Потом у меня был такой же заводной апельсин. Мне нельзя было... Алекс в заводном апельсине. Мне нельзя было давать понять, что, ребята, я-то другой, это он. Нет, нет, нельзя так. А вот и слияние образа, роли персонажа с, собственно, исполнителем. Мы с вами, опять же, перед началом эфира коротко вспомнили эпизод, когда ваша супруга, Фатима, будучи оператором, снимала вас в домашних условиях. Не в домашних, прямо на сцене. На сцене. Да, во время спектакля. И потом вы с ней разбирали это на предмет чего? На предмет того, что она хотела вам показать? Что вы остаетесь в образе потом, после того, как уже закончилось действие? В том, что она очень сильно устала от того, что домой возвращался не человек. Ну да. Да, то есть... А персонаж? Не в том дело, что возвращался персонаж, не в этом дело. Это был я. Только я не видел ничего вокруг. Я продолжал играть спектакль. Я играл, наверное, ну, получается, три спектакля в день. То есть спектакль перед спектаклем, на спектакле и спектакль после спектакля. Поскольку спектакль после спектакля мог закончиться часа в четыре утра, то она просто сказала, давай так, я приду на спектакль, сниму его, ты придешь домой, посмотришь его и вернешься. И действительно так и произошло. То есть до этого момента я все время... Понимаете, вы когда не видите это со стороны, вы все время пытаетесь изнутри снова это увидеть, снова это сыграть, снова что-то исправить. Но это все миф, это несуществующая субстанция. И когда ты увидишь это в реальности, ты просто понимаешь, о чем ты думал, что в результате получилось. Все. И впоследствии я стал просто смотреть на простейший предмет. Где из персонажа выглядывает Дима Бозин? Как только я видел эту дырку, я потом на следующем спектакле это закрывал. Вот эту дырочку нужно было заштукатурить. То есть персонаж должен был занять все пространство спектакля. Главное, чтобы не выглядывал Дима Бозин. Если это не нужно режиссерски, если это не нужно чисто технически, как, например, в «Короле Орликине», там иногда должен появиться конкретно актер, играющий роль. Хотя тут я дошел до крайней точки. Я Виктюка очень долго просил, еще во время репетиций, не снимать маску. У меня лицо полностью закрыто, там только глаза. Все. Он мне объяснял, очень важно, очень точно аргументировал, почему нужно обязательно снять маску. Но в конце концов, я вот в прошлом сезоне, в последний спектакль, сидя за кулисами, понял, что нет, не сниму. Выйду на сцену, и так весь спектакль буду играть. До самого финала. И сниму только на поклонах. Огромное удовольствие. И зрительская реакция была с ног сшибательной. Они просто... И те, кто знали, те, кто ждали. Оказалось, что очень много людей ждали этого в течение всех лет, сколько игрался спектакль. Они ждали, что это наступит. И это случилось. Это было очень здорово. Раз вот мы упомянули уже супругу, я так понимаю, что Фатима, она черкешенка, да? Да. А вот как родственники отнеслись к тому, что черкешенка вышла замуж за Диму, из которой рожден там в Тюменской губернии? Я родился в Киргизии. Вы в Киргизии, да? Да, да, да. А вот я читаю Википедию. Нет, 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 ну что вы. Я родился в Киргизии, в городе Фрунзе. Просто потом мы очень много ездили. А семья переехала потом? Семья переехала сначала в поселок Комсомольский в Тайге, а потом в Новую Ренгой, ближе к Полярному кругу. То есть росли вы в Новом Ренгое? Скорее вырос я в поселке Таежном. А потом уже был в Новую Ренгуе, где все уже окончательно сформировалось. И оттуда поступил в Москву и с тех пор здесь. А Фатимины братья... Так. Сколько их, во-первых, братьев? Ой, много. Ну, черкесская семья. Ну, да, да. Фатимины братья собрались, сказали, ты у нас наполовину черкешенка, наполовину казачка, тебе все можно. А, вот понятно. Ты у нас любимая сестра, тебе все простительно. Но так скажи, русский. Она говорит, русский. Актер. Актер. И что, ничего нельзя сделать? Она говорит, нет. Гениально, гениально. Но поддерживаете отношения? Да, конечно, конечно. Вообще с родственниками. Но это чудеснейшие люди. Просто с ними не нужно, знаете, как поддерживать отношения. Это самора души. Это... Ну, это такова их природа. Когда вы последний раз были в Новом Уренгое, где вы вот... С момента поступления ни разу не возвращался. То есть гастрольная судьба не заносила вообще в те... К сожалению. При том, что там потрясающее здание. Я знаю, что наши монтировщики с другими проектами там оказавшиеся, они рассказывают, что там просто очень здорово все технически. Конечно, я хотел бы там оказаться, но вот не сложилось. А вообще есть места, где вы хотели бы оказаться, но пока судьба туда не приводила? Планета настолько огромная. Ну, о чем вы спрашиваете? Хорошо. А есть ли такие роли, которые... Вообще считается, что Гамлет, да, это вот... Считается, да. Как бы вершина, да. И вас крайне, как принято вас говорить, в последний фильм, это Гамлет 21 веков. Вот Гамлета вы уже сыграли. Есть роли, которые... Нет, нет, вы не так, естественно. Там я далеко не главный. В Гамлете я играю актера. То есть вы не играете принца? То есть тот самый, который... Нет, 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 нет. Тот, который читает именно монолог о Приаме. Это другая немножко история. Я не стал бы выбирать какую-то роль. Я думаю, что... Тем более, что сейчас меня видите... Ведь очень много лет я жил в Маугли. И при помощи Маугли строил многие персонажи, которые иногда от этого выигрывали, иногда страдали. К счастью, впоследствии мне удалось из этой раковины вылезти. И теперь, может быть, я ее ставить буду. Прямо в нашем театре. И это тоже очень интересная идея, тема. Это возвращается к тому, с чему мы начинали. Что-то к ревности Виктюка. Виктюк только вам позволяет, в общем-то, такие новаторские... Всем. Всем абсолютно. Это необходимость. Каждый должен принести что-то свое. Каждый должен обладать своей темой и идеей. В противном случае он не интересен. Вообще, часто сталкивается ваш брат, актер, с домыслами относительно... Не этой темы, а вообще относительно его личной жизни или прочее. Или это все-таки прерогатива людей такого, то, что называется шоу-бизнесом. То есть эстрадных исполнителей. Или люди театра тоже страдают от домыслов журналистских. А вы-то сами как думаете? Ну, я как-то думаю, да. Но мне хотелось бы все-таки ваш ответ услышать. Ну, иногда, конечно, бесит. Что вы делаете в этом случае? Бешусь. Как вы беситесь? Как вы снимаете такого рода стресс? Да нет, на самом деле, у меня все очень просто. Как правило, в таких ситуациях рядом оказывается моя младшая дочь. И она просто спокойно говорит. Пап, ну, давай так. Ну, вот если бы Бенедикт Камбербэтч на эти темы бы сидел бы дома и думал. Ну, что бы с ним было. И все. Как ее зовут младшая? Дарья. Кем она? Она поступила в 11 класс. Ну, у нее же есть представление о том? Нет представлений. А у вас есть представление? Нет представлений. И у вас нет никаких, допустим, ни в коем случае в театре или наоборот? Нет, такого тоже нет. Нет, но это вряд ли. Почему? Даже не знаю. При том, что ей природы очень много дано в этом плане. Но я думаю, что она начнет с другого. А она зритель? То есть она ходит? Да. На пасту? Ну, мой или нет? Вряд ли мой. То есть она ходит на мои спектакли, но так или иначе видит и слышит. Она другое. Вы к ней прислушиваетесь? Очень внимательно. Мы говорим сейчас про профессию или вообще про... И вообще, и про профессию. А она к вам? Надеюсь. А вообще есть люди, помимо... Естественно, да, ну Виктюк это человек, который там вот режиссер, который вам так, в общем, сделал в свое время предложение. Есть люди, мнение которых для вас очень существенно в оценке вашего труда? В оценке? Да. Вот люди, если они как-то негативно оценят ту или иную вашу работу, это вас расстроит, допустим. Есть такие люди или нет? Авторитетные в вашей системе координат? Раньше, конечно, были. Если вы имеете в виду сам факт расстроиться в случае если. Да. Да на самом деле, что угодно может ранить. Это не зависит от авторитета. Просто это бывает неожиданно. Знаете, ты открыт, счастлив. И почему-то именно в этот момент в тебя втыкается чья-то стрела. Ну не странно, потому что когда ты счастлив, ты открыт. Вот она в тебя и втыкается. Пока ты зол, в тебя ни черта воткнуться не может. Поэтому, конечно, предпочтительнее быть злым и суровым, но я подчас бываю счастливым. И в этот момент мне становится больно. А так, в принципе, конечно, близкие лечат. Мы финишируем вот такой странной игрой вправду. Вот как это выглядит в этом красном мешочке. Есть четыре фишки. Вы выберете одну из них прямо сейчас. Фишку давайте. Такого же цвета карточку возьмите. На карточке записаны вопросы, они бывают разные. Такие красные. Красные, красные, да. Я, кстати, об этом так и думал почему-то. Любую красную. Вы когда-нибудь копались в вещах своего партнера без его ведома? Нет? Вообще, это считается, что это такая женская прерогатива. Наверное. Копаться, копаться в вещах. Как вы считаете? Фатима когда-нибудь копалась в ваших вещах? Зачем вы задаете вопрос? Это вопрос существует, он уже... Я думаю, что это просто, честно говоря, даже не знаю, откуда он берется. Вот честно скажу... Это французская игра. Нет, я не могу найти ему какого-то внутреннего обоснования. То есть я не знаю, из какой области себя извлек бы я такой вопрос. Поэтому никогда в моей жизни не было ничего подобного. Но считается, что женщины любят копаться в мужских вещах и просматривать телефоны. То есть на предмет каких-то там смс-ок. Скорее так. Например, моя дочь любит порыскать в моих вещах и что-нибудь себе такое новое приобрести. То есть вот теперь она носит какие-нибудь мои свитера или рубашки. Ей это сейчас прикольно. А что прикольно вам, помимо работы? Вот что в жизни у Дмитрия Возина есть прикольно? Плавать. Вы любите плавать? Очень люблю плавать. А я знаю, кстати, почему Дмитрий любит плавать. Потому что мы с ним про это не проговорили. Но в спектакле, в которых он играет, очень важна не только актерская работа, но и физическая форма, как мне кажется. Потому что об этом мы не поговорили, возможно, мы поговорим об этом в следующий раз. Огромное спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»